Ну что же, давайте тогда будем мы начинать. Еще раз всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить и изучать какие-то техники, которые призваны поработать с убеждениями. Тема убеждения, что это такое? Тема популярна с точки зрения того, что ограничивающие убеждения у нас есть, они намешают, от них нужно срочно избавляться. Так вот, что такое ограничивающие убеждения, что такое поддерживающие убеждения, мы сегодня поговорим. В том числе, конечно же, коснемся вопроса, каким образом они могут быть сформированы, но это в меньшей степени, потому что в большей степени, конечно же, нас всегда интересует, что с этим делать. Это, конечно, здорово разобраться, какие были истоки, что когда-то там было сформировано всем родом из детства. Но, тем не менее, любопытство любопытством, но зачастую нам хочется, чтобы это всё, наконец, было трансформировано, чтобы мы не закопались просто в прошлое. Понимание — это здорово. Тем не менее, как с этим жить сейчас и как это можно изменить, как это можно улучшить, если это уже и сейчас хорошо. А так, чтобы будущее стало ещё более интересным и ещё более привлекательным. Вот, поэтому я буду рада вашим вопросам. Пишите, если они у вас уже есть. Я буду их читать с экрана и отвечать по ходу появления этих вопросов. Итак, что же такое убеждение? Вот убеждение — это некое знание о себе и о мире. И убеждение, которое кроется в глубине нашей психики настолько глубоко, что, как правило, воспринимается нами не как какое-то знание о чём-либо, о каких-то объектах, о каких-то предметах, а как некая реальность, которая нам дана в восприятии. То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем. И поэтому убеждение является для нас некой субъективной реальностью. И вот здесь, на этом уровне, мы как раз-таки сталкиваемся с тем, что в зависимости от того, какие убеждения являются основой реальности человека, жизнь человека развивается по тому или другому сценарию. И даже если мы возьмём двух разных человек, которые родились в одном городе, но, например, воспитывались в разных условиях, в разных, неких разных мировоззрениях относительно того, как нужно воспитывать ребёнка, какая эмоциональная среда или эмоциональный фон должен быть в семье, соответственно, человек вырастает с той мыслью о реальности, с тем восприятием реальности или с другим восприятием реальности, который определяет течение жизни человека в целом. Вот. И как раз-таки вопрос в чём? Конечно же, если ваша жизнь вас полностью устраивает, это хорошо. И зачастую люди, у которых всё складывается, они редко вообще задаются вопросом, а нужно ли мне что-то менять, да, что такое убеждение, что-то мне мешает или не мешает. Система их знаний о мире и о себе такова, что открывает им доступ к ресурсам. Они могут видеть какие-то возможности, какие-то варианты развития. То есть система убеждений для них является ресурсной. То, что мы называем поддерживающей системой убеждений. Вот. И это здорово. Но зачастую бывают и такие убеждения, которые мешают, которые закрывают доступ к тем самым ресурсам, которые не позволяют эти ресурсы видеть. А, собственно говоря, почему не позволяют? Дело в том, что система убеждений формируется у нас, как правило, в самом-самом раннем детстве, когда ребёнок, когда все мы были, да, маленькими детьми, когда ребёнок ещё не совсем неосознан, не то чтобы не совсем, совсем неосознан. Он просто впитывает мир окружающий, всё, что он видит, всё, что он слышит, всё, что он чувствует, как некую реальность, как некую данность. И это для него не является объектом для анализа, хорошо это или плохо, это вот так вот оно есть. И он тем самым накапливает некий свой небольшой вначале ещё жизненный опыт. И на основании вот этих конкретных фактов, которые он так или иначе воспринимает, на основании тех оценок, которые дают всему тому, что происходит вокруг ребёнка родители, у него начинает формироваться некое знание о том, что вот это вот так, а вот это вот так. Если ребёнок радует своих родителей, а если они в ответ на каждое его действие там, вот он ручкой помахал, вот он ножкой подёргал, вот он огу сказал, если в ответ на каждое проявление ребёнка родители восхищаются, если их это радует, соответственно, в какой-то момент, когда формируется самосознание ребёнка, он начинает как-то вот воспринимать себя очень позитивно. Он ещё не говорит себе, что я там молодец, там меня любят. Это ещё не тот уровень осознания, но отношение к себе сформировано уже в позитиве. И в дальнейшем, когда ребёнок будет пытаться делать что-то новое, он будет это новое делать, исходя из того, что я попробую, я всё равно хорошая, меня всё равно любят, и что бы ни произошло, я молодец, я принимаемый. Но это как вариант. Формулировки могут быть самые разные. Но если, например, родители воспринимали ребёнка очень избирательно, например, чему-то, может быть, радовались на что-то, реагировали с лёгким отвращением, печалью или гневом, вот здесь как раз-таки и возникают вопросы. И вот здесь мы можем обратиться к тому опыту, к тем моментам, когда, например, клиенты приходят и говорят, вот меня с детства не любили, меня в семье вот так вот называли, я неудачник, говорит человек. И я вот с самого детства, за что бы я ни брался, вот у меня ничего не получается. Я начинаю, но у меня не получается, я бросаю, потому что в этом нет смысла. Каким образом могло сформироваться такое убеждение? Ну и именно вот таким образом и могло. Неподдержанные начинания, фактически прерванные стратегии маленького ребёнка, сформировали у него такой опыт, что я начинаю, меня критикуют, значит, не получилось, я не продолжаю. И так как вот это знание о себе и о мире является очень глубинным, глубинным настолько, что человек фактически считает, что это не просто знание о мире, что это он сам и есть. Это он такой. Это не навыки, стратегии поведения, которые у него так или иначе сформировались, а это он сам такой. И человек сживается с образом себя, и что в результате происходит? Ну, происходит то, что мы можем наблюдать. Кто-то более успешен в жизни, кто-то менее успешен, кому-то удаются проекты в одной области, кому-то удаются проекты в другой области, кто-то успешен во всём, за что бы он ни взялся, ну, а кто-то очень избирательно, кто-то считает, что вообще мне по жизни не везёт, поэтому я буду там вот сидеть, заниматься там чем-то, чем-то, я никуда не буду лезть. И вот как бы мне на роду написано быть маленьким человеком. И это вот то самое знание о себе, которое мы можем считать ограничивающим убеждением человека о себе. Давайте ещё с такой стороны посмотрим на убеждение. Всё-таки, если мы говорим о том, что человек — система цельная, что человек проявляет себя вот абсолютно во всём, да, любая мысль, любое состояние, у него мгновенно отражается на его там внешности, да, там на его невербалике, на эмоциях, которые он демонстрирует, в его жестах, в его позе, в его каких-то поведенческих проявлениях, да, в его голосе в том числе. То есть фактически любое состояние человек конгруентно, гармонично транслирует через себя. Иногда, конечно, он пытается это как-то замаскировать, если внутренние мысли не ресурсны, пытается бодриться, пытается выглядеть более уверенным, чем он есть. Но тем не менее вот это внутреннее знание о себе и о мире, что, например, мир там несправедлив, и как бы человек не пытался искать в нём добру, у него плохо это получается, потому что он это делает, например, с печалью, обречённостью на лице, потому что внутри себя он знает, что это не так, да. И вот это самое внутреннее состояние, оно всё равно так или иначе будет просачиваться через внешнюю невербалику. Вот. Поэтому нам вот эти вещи важно знать для того, чтобы мы могли работать сами с собой. Конечно же, нам это бывает интересно с точки зрения работы с другими людьми, если ваша там деятельность связана с общением с клиентами, с взаимодействием, тем более если вы работаете с ними как коуч или психолог, это, безусловно, важное знание и понимание. Вот. Но прежде всего мы, конечно же, за развитие себя в первую очередь и понимание себя. Вот. Что мы можем делать и как вообще мы должны относиться к убеждениям? Давайте так. Мы, конечно же, традиционно делим убеждения на хорошие и плохие, ограничивающие и поддерживающие. Но на самом деле такое деление является очень условным. А почему? Потому что убеждение, оно работает в каком-то контексте. Этот контекст может быть шире или может быть уже, но тем не менее оно всё равно какими-то рамками ограничено, потому что убеждение когда-то было сформировано в каком-то контексте, оно может быть чуть-чуть расширяться, но тем не менее, как сказать, тем не менее в каких-то контекстах убеждение может, одно и то же убеждение может быть полезным, а в каких-то контекстах жизни этого же человека это же убеждение может стать ограничивающим. Ну, возьмём такой пример, да, человек говорит, «Я всё могу сделать для себя сам», ну, или «Я могу всему сам научиться», с идеей, что никто не сделает лучше меня и так далее. Есть такие люди, мы тоже с ними встречаемся. Это же очень хорошее убеждение, которое, в принципе, создаёт у человека ощущение, ну, там, оно включает у него уверенность в себе, он легко берётся за что-то новое, он постоянно чему-то учится для того, чтобы реализовать там свои какие-то цели, задачи, потребности, там, вот захотелось ему там построить дом, он условно там взял, изучил, как это делается, построил. Возможно это? Да, конечно, возможно. Будет ли это отличаться от канонов, там, ну, от ГОСТов? Ну, скорее всего, будет, а может и не будет, в зависимости от того, чего захотел человек, построить в соответствии с ГОСТами, какими-то, и он это сделает. Или, например, он хочет что-то отличающееся, что-то индивидуальное для себя, в общем-то, такая возможность у него есть. Но с другой стороны, сколько времени уйдёт у него на то, чтобы это всё изучить, во-первых. Во-вторых, чтобы самому всё это реализовать. Это во-вторых, да? И вот здесь как раз-таки включается идея, ну, адекватности, что ли, я, наверное, так сказала. Если у человека есть время, вот, там, ценные ресурсы, да, есть, там, финансовые возможности, время, изучение, есть физическая сила, там, достаточно здоровья у него для этого, там, ну, как-то, вот, много, может быть, параметров. Пишите, предлагайте свои варианты. Вот, я, может, о чём-то не подумала, я сама никогда не строила дома, я просто присутствовала в этом процессе, когда, будучи маленькой, мои родители строили дом сами, да, поэтому я, как бы, вот, говорю об этом, слегка понимая, о чём идёт речь, но, опять же, я была маленьким ребёнком, и моя помощь была, там, ну, так, принеси кирпичик один и иди гуляй. Вот, тем не менее, убеждение «я всё могу сделать сам» является, вот, в данном случае, никаким. Оно не хорошее, оно не плохое. Оно должно быть оценено в рамках контекстов. И вот, если, например, у человека принципиальная позиция «я всё могу сделать сам», и что-то он действительно может реализовать, вопрос, а может ли он вылечить себе КС? Ну, вот, действительно, это вопрос. С точки зрения поддерживающего убеждения, ну, может, вопрос, сколько он времени потратит на обучение, на, там, я не знаю, на понимание, на обучение. И вообще, стоматологи могут сами себе вылечить кайлис? Я вот даже задумываюсь над этим. Ну, могу предположить, что если даже теоретически и могут, это крайне сложно. Это крайне сложно, это крайне неудобно. И в этом случае, конечно же, вот это убеждение будет просто человека ограничивать. Он просто будет чувствовать себя очень некомфортно в тех ситуациях, когда ему необходимо будет обратиться за помощью, там, к другим специалистам, которые действительно являются специалистом в этом вопросе. Он будет это делать через силу. Он будет саботировать процесс. Он будет стараться как-то идти лёгким путём, что называется, искать, возможно, народные средства лечения. Вот. Это, может быть, даже ему на каком-то уровне поможет. Но, тем не менее, наверное, это ситуация, когда время имеет значение. И чем больше времени человек сопротивляется простому походу к специалисту, тем хуже становится его личная ситуация с зубами. Вот. Поэтому рассматривайте все убеждения именно с двух сторон. Где они могут быть полезны, а где они действительно ограничивают. И если вы понимаете, что убеждения вам мешают жить, если вы знаете более лёгкие варианты решения, которые вы можете наблюдать в своём окружении, да, что кто-то может вот просто взять и позволить себе что-то, а вы не можете, может быть, хотите, может быть, могли бы, но почему-то вы этого не делаете, и сами не реализуете, и помощь не принимаете. И эта ситуация оказывается для вас вот такой, ситуация зависания и внутреннего дискомфорта. Ну, наверное, есть смысл вот такую мысль, да, рассмотреть как ограничивающее убеждение, которое там просто закрывает вам какие-то возможности. Ну, это если говорить о том, что такое убеждение, и о том, как их лучше всё-таки оценивать. У меня к вам вопрос. Может быть, есть какие-то, ну, у вас вопросы, да, что, может быть, было бы интересно, всё ли понятно, или мы будем двигаться дальше. Ну, как обычно, да, сталкиваемся с этой ситуацией, смотрят, ну, предположу, что всё понятно, да, всё понятно, что же с этим делать. Ну, хорошо, давайте тогда продолжать. А, вот я увидела, да, вопрос, я не в тот экран смотрела, вопрос Дмитрий задал. То есть, если я саботирую то, что нужно сделать для моего роста и развития, значит, есть ограничивающее убеждение. Так, большой бизнес один не построишь, команда нужна. Ну, собственно говоря, да, мы можем предположить за этим ограничивающее убеждение. Мы можем использовать проверку того, что мы называем экологией, да, некие вторичные выгоды. То есть, если вы саботируете какие-то изменения в своей жизни, первый вопрос, который вы себе задаёте, например, чего хорошего есть в той ситуации, которую я так или иначе сейчас стараюсь удержать. Вот, скорее всего, там будут какие-то вторичные выгоды, проработав которые, вы можете двигаться дальше. Вот, и вопрос очень в тему, давайте тогда обсудим вот такой момент. А что является критерием оценки того, это убеждение или это какие-то другие моменты, аспекты, там, внутренние конфликты или вторичные выгоды, да? Вот я сейчас посмотрю, что у нас там ещё есть. Не пропустила ли я чего-то? Так, угу. Так, сейчас, секундочку. Ну, я думаю, Степан Андрей вам сейчас там же в чате и ответит, если у него есть время. Да, вот, мне смотреть сюда немножко теряюсь, два экрана. Вот, по поводу того, что такое убеждение. Как понять, что это убеждение, а не что-то другое? Вопрос важный. Итак, убеждение, как знание о себе и о мире определяется по нескольким критериям. Они очень просты, они легко воспринимаются по своей структуре. Это структура формата X значит Y. То есть, когда одно явление является автоматически значением другого явления. Ну, самые такие распространённые моменты, да, ну, какие? В очках значит умный, да. То есть, в какой-то момент когда-то это убеждение было сформировано, ну, в определённых кругах, да, что человек в очках значит он умный. Тогда, когда вообще очки только появились, наверное, как очки или, например, стали доступны, то они стали доступны далеко не всем, да, то есть они стоили денег, их нужно было купить. И вряд ли какой-то крестьянин, который там пахал ежедневно с утра до вечера, мог себе их позволить. С одной стороны, а с другой стороны, они, наверное, ему были даже и не очень-то нужны, да. Следовательно, какие задачи мог выполнять человек, который нуждался в очках? Ну, наверное, он как минимум читал, писал. Соответственно, человек, который мог позволить себе или был обучен читать или писать, определённым положением в обществе, определённое положение в обществе занимал. Соответственно, он был обучен, и назвать его умным по сравнению с основной массой народу было естественно и логично. Поэтому признак того, что человек в очках, ну, с большой долей вероятности обозначал то, что человек умный, образованный. Вопрос, так ли это сейчас, так ли это в наше время? Ну, далеко не так, да. С учётом того, что сейчас популярны очки без диоптрий, да, ну, я знаю многих людей, которые пользуются очками с обычными стёклами, да. Но для чего они это делают? Для создания определённого стиля, определённого имиджа, да, некий такой налёт интеллигентности. Вот. И вот эти убеждения, которые были когда-то сформированы, да, в нашем культурном пространстве, продолжают оказывать на нас своё, ну, хотела сказать, пагубное влияние, но где-то, наверное, и пагубное, играя на вот тех самых неосознаваемых эмоциональных откликах, которые мы получаем, когда у нас включается реакция, да, на человека. Вот мы видим его в очках, там автоматически, да, там коллективная память, да, культуральные стандарты, что там он умный. Вот. Ну, вот сейчас как раз-таки мы должны просто в какой-то момент остановиться, подумать, о чём сейчас это, да. Вот сейчас, наверное, он не столько умный, сколько стильный. Ну, например, хотя с другой стороны, если разбирается в стилевых направлениях, да, и там интересуется, ну, наверное, и умный. Вот. Или его стилист, как минимум, умный. Вот. Поэтому вот такие вещи, как конструкция убеждения, мы на них тоже обращаем внимание. Второй вариант конструкции – это когда из одного явления следует другое. То есть некий формат из X, X следует Y. Что, на что это может быть похоже? Ну, опять же, один из таких очень простых классических вариантов – это если ласточки летают низко, то пойдёт дождь. И опять же, да, почему такая связка? И сейчас, когда мы наблюдаем это явление, да, мы, в общем-то, можем и не задумываться. Ну, просто автоматически, ну, значит, там пойдёт дождь, да, или погода будет пасмурной, погода испортится. Вопрос для нас сейчас каким образом стоит? Когда-то, опять же, это было просто одно из многочисленных статистических наблюдений людей, для которых очень важно, жизненно важно было наблюдение за сменой сезонов, погодными условиями, да. От этого зависело то, как они выживут, да, выживут ли они в этом году, соберут ли они урожай, как они будут содержать семью и так далее. Вот, поэтому вот эти самые наблюдения, конечно, были очень полезны, потому что из них делались выводы. Это сейчас прогноз погоды нам позволяет просто там зайти, посмотреть, что там нам Мэйл или Яндекс, там, Гесметио прогнозируют. Но, правда, в последнее время на эти прогнозы очень сильно жалуются, но тем не менее. Вот. Ну, когда-то вот такие сформированные убеждения, основанные на вполне конкретных сенсорных фактах, работали легко и автоматически. С некоторой точки зрения нам сейчас есть смысл и пересмотреть некоторые из них. Вот. Следующий важный момент, на который есть смысл обратить внимание, это эмоциональная реакция человека. Если мы говорим об убеждении, мы можем заметить, что человек своё убеждение не может обосновать как-то логически. То есть, как только мы начинаем задавать уточняющие вопросы, нам человек первые несколько раз объяснит, почему он так думает. Но в дальнейшем, если мы продолжим задавать уточняющие вопросы, скорее всего, он скажет, ну, это потому что так, вот это все так знают. Ну, что ты не понимаешь, что ли? Я знаю, что ты меня понял, что ты ко мне пристаёшь, да? И вызывает тем самым, включая тем самым некую, может быть, агрессию или раздражение в ответ на ваши, с его точки зрения, дурацкие вопросы. Потому что ответ очевиден, а вы что-то делаете вид, что вы ничего не понимаете. Вот такая реакция как раз-таки говорит о том, что вы прикоснулись к убеждению человека. Вот, и понятно, что чем ближе оно к его, да, может быть, личности или основам мировоззрения, тем большую эмоциональную реакцию вот ваши вопросы дополнительные могут вызвать. Так, хорошо. Ну, что? Это каким образом распознавать убеждения? Это структура, два варианта. Одно значит другое, и из одного следует другое, это структура. И эмоциональная реакция. Есть также убеждения, которые включают в себя я-конструкцию, да? Когда человек говорит о том, что жизнь справедлива или что Вселенная дружелюбна и изобильна, это некое убеждение, оно является достаточно общим. Но есть убеждения, которые относятся непосредственно к человеку. Когда человек говорит, там, я неудачник или у меня никогда ничего не получается. Ну, и вот эти вот моменты, там, я умный, да, или он в этом там уверен, да, или там, я все смогу преодолеть. Это хорошее позитивное убеждение, включающее в себя элемент я-концепции. Ну что, теперь, если вот есть вопросы, задавайте. Если нет, будем продолжать. Дмитрий еще задает вопрос, это чтобы у себя узнать убеждения, два, для того, чтобы другого человека узнать. И для себя, Дмитрий, и для другого. Если мы говорим об убеждениях, они будут фактически, ну, одинаковыми, да? Либо вы так сами говорите в такой структуре и с такими эмоциями, да? Либо говорит другой человек. Фактически, убеждения, звучащие у вас в голове, да? Вот когда вы в чем-то убеждены, оно, как вот сказать, имеет, оно включает какое-то состояние, вот что это вот так и есть. Это очевидно. Это реально. И вот кроме вот этой очевидности, ничего объяснять не то, чтобы не нужно, там и невозможно, и не нужно. Ну, это как, например, ну, там дождь полезен, да? Там для земли, для урожая дождь полезен. Кто с этим будет спорить? Ну, наверное, никто, да? Ну, кто-то может поспорить, там, приводя какие-то дополнительные примеры, когда полезен, когда не полезен. Но если говорить в целом, то получается, что это убеждение, оно как, ну, масло, оно как, оно масляное, да? Ну, масляное, все, вот оно так и есть. Что тут непонятного, да? И попытки там выяснить, а что, как, зачем и почему, они просто будут вызывать какое-то недоумение, и опять же, затем некое раздражение. Ну, иногда, если убеждение у человека негативное относительно себя, иногда печаль, да? Что, ну, вот человек может сказать, ну, вот в моей семье вот всегда так было, и вот я, ну, я тоже такой, с этим ничего не поделаешь, да? Ну, конечно, это будет печаль, но тоже такая печаль, что называется, конечная. За ней вот ничего нет, это вот такая реальность у человека. И вот в таком формате человека переубедить невозможно никогда, если вы не владеете, там, определенными знаниями, да? Как человека можно убедить или, там, ну, не имеете какого-то ключика. Если человек вам близок, вы там еще можете понять, на что можно перевести фокус всего внимания, чтобы как-то немножко сдвинуть с точки, вот. Но, тем не менее, убеждение – это как раз-таки один из самых сложных элементов для работы как с самим собой, так и с другим человеком. Потому что очень глубоко, во-первых, и именно поэтому малоосознаваемо. Но, тем не менее, мы можем работать и с убеждениями. И более того, с ними очень важно работать, потому что они, именно они, находясь в карте восприятия человека, при своей смене включают очень серьезные и зачастую очень широкие изменения в жизни. Поэтому интересуйтесь этой темой, развивайте там свои знания и прямо практикуйтесь в работе по трансформации этих убеждений. Вот. Ну что, давайте, может быть, чтобы у вас появились какие-то конкретные лайфхаки по работе с убеждениями. Понятно, что в формате вот такого НЛП-ТВ я смогу как-то вот простые вещи показать. Но, поверьте, они простые, но очень действенные. Вот. И они могут быть использованы, что называется, вот здесь и сейчас. Вот. Один из вариантов. Один из вариантов. Вот, наверное, как раз-таки потребует этот вариант, потребует в том числе и навыка наблюдения за собой или за другим человеком, если вы работаете с другим человеком. Ну, мы, давайте так, начнем с себя, вам станет понятно, что это и как, и потом вы можете с кем-то тоже вот так вот поработать, да, тема, потому что очень интересно. Возьмите какое-то для себя, наверное, лучше будет, если вы это сделаете стоя, но не обязательно, можно сидя. Возьмите какое-то для себя ограничивающее убеждение. Так как вы сейчас каждый находитесь там, ну, сам с собою, вам нечего стесняться, вслух произносить вам ничего не надо. Ну, можно и вслух, да, если там, опять же, есть возможность. Так будет интереснее и полезнее для вас. И озвучьте какое-то ограничивающее убеждение. Вот, например, то, о котором вы думали недавно, или которое вы уже знаете, что вам эта мысль постоянно приходит в голову, она там навязчивая, и, например, она мешает вам. Ну, опять же, вот одни из последних вариантов, когда мы работали с убеждениями в группе, да, прорабатываются, что деньги очень тяжело зарабатывать. Вот группа девушек, их вот тема денег, да, была для них актуальна, деньги тяжело зарабатывать. И вот это произносится внутри, и в этот момент отслеживаете, как вы это делаете. Вот здесь как раз-таки важно, как вы, произнося эту фразу внутренне, себя ощущаете. Где у вас что-то напряглось, где там дёрнулась рука, дёрнулась нога. Вот именно поэтому я предлагаю вам делать это упражнение стоя, так вот лучше видно, да. Вот, где вы переступили с ноги на ногу, где там дёрнулось плечо, где там сморщился носик, или где возникла печалька. Вот, чтобы вы могли вот это поощущать. Или где пришла там какая-то мысль, вот что-то так. Вот, это вот то самое убеждение, которое, с которым есть смысл поработать. Это то, что у вас может отзываться. И найдите такую формулировку, чтобы вам было комфортно это убеждение трансформировать, да. Например, деньги зарабатывать легко, да. Вот, и это теперь то убеждение, с которым вы начнёте работать вместо. Вот, и вот здесь как раз-таки ваша наблюдательность за собой будет вам полезна. Вот здесь дёрганье, какие-то зажимы, покачивание, почёсывание будут проявляться в полной мере. Здесь у вас может возникнуть, ну как, здесь вы будете менять слова местами. Здесь вы будете как-то стараться фразу изменить, говорить, что иногда может быть легко, вот, что там не очень легко и так далее. То есть следите в том числе и за фразой, которую вы говорите. И старайтесь вот эту фразу, трансформированную, деньги легко зарабатывать, говорить столько раз, сколько потребуется до того момента, пока ваше тело эту фразу, вот, давайте так скажем метафорически, не примет. Пока вы эту фразу не скажете в расслабленном формате, спокойным, уверенным голосом, со спокойным лицом, когда вы эту фразу ощутите как свою родную, да, когда она не станет для вас естественной. Вот, это очень интересное упражнение, для новичков можно порекомендовать записывать себя на видео, это вот классная практика для калибровки. Кто вот там, нелперы, если нас слушают, это вообще супер просто. Вот, а для тех, кто уже там на продвинутом уровне находится, да, ну тогда калибруйте без видео, просто ощущайте вот эту свою внутреннюю кинестетику, слушайте свой голос, отслеживайте состояние. Вот, это вот один интересный формат, каким образом можно трансформировать убеждение. То есть вы сначала берете ограничивающее убеждение, его просто ощущаете, да, там, для тестирования, после этого трансформируете его в желаемое убеждение, да, то есть меняете фразу на позитивное убеждение, и начинаете ее постепенно встраивать. Вы в этот момент начинаете формировать вот ту самую конгруентность, да, ту самую согласованность, о которой я говорила вначале, когда внутренняя мысль запускает определенное состояние, которое полностью реализуется через наше тело, через лицо эмоции, через жесты, через тело, через голос. Вот, это такая творческая задача. Как вам, понятно? Я еще расскажу интересное, вот, ну, давайте вот с этим, как бы, есть вопросы? Ну, вот я пока не вижу. Хорошо. Угу, хорошо. Есть еще один интересный формат, каким образом можно работать с убеждениями, тоже очень интересный, таким образом он может быть сделан. Значит, здесь вы можете просто сидеть спокойно и подумайте о том, чего бы вам хотелось, но вы не можете это реализовать. Опять же, для того, чтобы немножечко оттолкнуться, и если вы знаете свое ограничивающее убеждение, вы можете начать с того, что мешает, да, для того, чтобы потом трансформировать идею. Ну, и опять же, да, если человек говорит там, вот я невезучий, да, и он это знает о себе, он уверен в этом, его можно переубеждать сколько угодно, но если он в этом уверен, вам не удастся, да, или если вы в этом сами относительно себя уверены, то сколько бы вы там себя не пытались переубедить, внутреннее знание, оно, что мы говорим? Оно истинное, глубинное знание. Вот. Что делать, чтобы это глубинное знание заменить другим истинным, глубинным знанием? Подумайте о том, в каком формате эта фраза должна звучать в позитиве. Ну, я успешен, например, я эффективен или я удачлив. Ну, выбирайте для себя подходящий, и, например, вот я эффективен, вы начинаете эту фразу озвучивать и наблюдаете, где, вот, когда вы эту фразу говорите, вы представляете какую-то картинку перед собой. Не важно там, что там, она может быть какая-то конкретная, она может быть какая-то абстрактная, вообще не имеет значения, но она обязательно обладает какими-то характеристиками. Она находится на каком-то расстоянии от вас, может быть выше, может быть ниже, там, с одной стороны, с другой стороны, да, то есть вы отмечаете этот факт, где находятся, её размеры, какая у неё цветность, то есть она цветная, яркая, или она бледная, приглушённая, она ближе или дальше, она имеет там какая-то, есть там какая-то динамика, или она статична, как фотография. Вот эти моменты все зафиксируйте и начните вот эту фразу, я эффективен, трансформировать таким образом, чтобы она стала вам ближе, ярче, насыщенней, чтобы она стала вам интереснее, чтобы она начала включать некий такой отклик внутри вас, да, запускать некую эмоцию позитивную, чтобы она грела вам душу, да, включая вот то самое внутреннее состояние согласия и принятие этой фразы. То есть вы берёте желаемое убеждение, которое вы хотите встроить вместо ограничивающего, вы его начинаете трансформировать в этих технических характеристиках вот этого убеждения нового. И сначала, скорее всего, пока вам это новое убеждение не близко, оно, скорее всего, будет находиться и в том числе где-то там, далеко от вас. Вот. И начинайте его менять таким образом, чтобы оно становилось ближе, чтобы вы хотели, чтобы оно было рядом с вами, чтобы вам хотелось с этим убеждением, с этой картинкой, излучающей, да, выражающей эту фразу, вам хотелось с ней интегрироваться. Угу. Интересная тема. Вот. Она с одной стороны интересная, а с другой стороны, она очень лёгкая, конечно же, да. Те, кто понимает, о чём я говорю, наши Нелберы, это субмодальностная техника работы с убеждениями, а субмодальности – одни из, ну, как бы, самых мощных элементов, которые управляют нашим восприятием, да, и, опять же, и себя, и мира. Так что пользуйтесь этим. Так. Что новое убеждение? А, как понять, что оно привелось? Это новое убеждение. Оно привелось, если новое убеждение у вас вызвало телесный кинестетический отклик. То есть для сравнения возьмите какое-то убеждение, ну, возьмите что-то там хорошее, да, там, в чём вы уверены, да, в том, что вы, например, там, работоспособный, умный или дисциплинированный, озвучьте его, как оно внутри вас звучит, да, как тело на это реагирует, и добейтесь такой же реакции от нового убеждения, да, чтобы у вас был некий маркер, как сказать, да, некий тест для того, чтобы понять, оно или не оно. Возьмите то, которое у вас уже есть, как оно откликается, как тело реагирует, и сделайте новое убеждение, чтобы оно звучало, чтобы оно выглядело точно так же, как вот то, которое есть. Да, это вот тоже хороший уточняющий вопрос. Так, ну что, с этим как, понятно? Ну что, если есть вопросы, задавайте, и ещё я расскажу одну маленькую фишку, она тоже очень проста, очень проста, да, и вот её вы можете вообще использовать хоть для себя, хоть для других в коммуникации, если там у вас возникает в голове какое-то убеждение, которое вас стопит, там, вот вы решили сделать что-то новое, тут возникает мысль, да блин, уже 10 раз делал, опять не получится, да, хоп, остановитесь, на этом остановитесь. Собственно говоря, почему не получится, там, 10 раз делал, там, ладно, то есть в этот момент включилось что-то внутри вас, что начинает закрывать возможности для того, чтобы вы это новое что-то попробовали, да, вот. И тогда попробуйте понять, что за этим стоит, да, что, какое состояние, какая фраза может выразить, вот это вот всегда не получается, да, что это у меня всегда не получается, или там у меня никогда не получается, ну, то есть каким-то образом сформулируйте эту мысль для себя, чтобы вы могли с ней работать. И после этого задайтесь вопросом, а бывало ли так, что получилось? И я больше чем уверена, что в этот момент память вам напомнит, напомнит те моменты, когда реально получилось. Больший масштаб того, что получилось, или меньше, значение не имеет, имеет значение факт того, что получилось. И для мозга это очень важно, да, он об этом подзабыл, но вы ему напомнили. Найдите второй факт, когда получилось, третий факт, когда получилось, четвертый, пятый. А после этого задайтесь вопросом, а вот что сейчас я думаю по поводу вот этого своего нового проекта, или вот этой своей новой идеи? Вы заметите, что у вас внутреннее состояние и отклик совсем другой. Вы перебалансировали вот те самые примеры из жизни в другую сторону. Теперь может получиться, по крайней мере, можно попробовать. И даже если мысли мелькать будут, мозг сразу будет новые факты, ну как новые, те, которые вы вытащили уже специально, напомнили ему, что надо вытащить. Он будет об этом вспоминать сам, и это будет давать вам поддержку и ресурс. Тем самым мы из какого-то убеждения находим какие-то исключения. И чем таких исключений больше, тем лучше. Ну вот тоже такой пример был в группе девушек, с которыми мы работали. Я не могу зарабатывать больше членов своей семьи. Ну имелся в виду прежде всего муж. Ну фраза вот она была сформулирована вот таким образом сначала. Вот. И тут как раз-таки вопрос, а можно ли вспомнить примеры, когда можно зарабатывать больше? В каких случаях? Если такого опыта нет в своей жизни, а есть ли такой опыт в жизни других людей? Может быть, в ближайшем окружении, и как тогда решаются вопросы? А может быть, примеры людей популярных, как тогда решаются вопросы? Может быть, это какие-то литературные варианты, герои, да? Тем не менее, мы создаем вот те самые исключения. Вспоминаем, мы создаем некую базу исключений, которые будут включать возможности, включать ресурс, снимая вот ту значимость первичного убеждения ограничивающего. Ну вот как-то вот так вот. Вот такие интересные штучки. Ну что, как с вопросами? Все ли понятно? Ну, в таком случае, если вопросов нет, на сегодня мы будем с вами завершать. Я предлагаю вам сегодня активно поработать со своими ограничивающими убеждениями. Хотя бы два-три разберите с помощью вот разных способов. Вы почувствуете, как это изнутри. И несмотря на то, что работа очень глубокая, вот с помощью таких вариантов она делается очень легко. И это классно. Вы будете замечать изменения очень быстро. Мозг начнет просто фильтры внимания сместить, и вы будете видеть другие варианты. Вот. Так что будем рады видеть вас на наших эфирах. Все наши эфиры записываются. Вы сможете их видеть по ссылке, которую мы оставляем в профиле. Сейчас все они есть на ютубе, поэтому подписывайтесь, смотрите. Будем очень рады. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok